Каждый из нас периодически смотрит на звёзды. В большинстве случаев они воспринимаются нами как одинокие сверхяркие объекты, находящиеся в далёких участках Вселенной. Однако при более подробном обзоре истинный облик этих светил нередко начинает меняться. И перед исследователями раскрывается картина, способная удивить любого, кто не так давно начал интересоваться космосом. Как правило, во Вселенной можно обнаружить светила, которые имеют только одного звёздного компаньона. Такие системы называют двойные, и они занимают примерно половину от всех известных нам звёзд. Но что, если я скажу вам, что в относительной близости к нашей планете существует система, состоящая сразу из шести светил? И все небесные тела в ней по своим параметрам очень похожи на наше Солнце. Да, такой объект действительно существует. И его название – Кастор. Системы с таким большим количеством светил встречаются очень редко. В основном, наблюдая за звёздами, мы можем столкнуться с двойными системами. А более редкими являются кратные системы, то есть такие объекты, количество звёзд в которых больше или равняется трём. Кратные системы бывают двух типов – оптические и физически кратные. К первым относят такие объекты, которые расположены на разных расстояниях, но Земли кажутся единой звездой. А ко второму – те, которые связаны друг с другом – гравитацией. Большая часть физически кратных звёзд имеет всего три компонента. И среди известных нам подобных систем примерно 70% составляют именно такие объекты. Однако Кастор значительно отличается от большинства. Ведь каждая из трёх основных звёзд этой системы является двойным светилом. А значит, общее число светил достигает шести. При этом предполагать то, что в невидимых нам окрестностях Кастора присутствуют ещё гравитационно связанные с ним звёзды, маловероятно. Так как для более большого числа компонентов кратность уменьшается экспоненциально. А значит, системы, состоящие из более чем шести звёзд, должны быть чрезвычайно редки во Вселенной. Однако наши знания о полной статистике кратных систем пока очень малы. Поэтому нельзя исключать возможность существования звёзд с ещё большим числом компонентов. Если же говорить о Касторе, то эта система является вторым по яркости объектом в созвездии Близнецов и уступает в этом показателе лишь оранжевому светилу под названием Полукс. На нашем же небе объект занимает 23 место по яркости. Система расположена на расстоянии 50,88 светового года от Земли, а её возраст составляет примерно 200 миллионов лет. Объект был обнаружен ещё в 17 веке, и уже тогда звезду классифицировали как двойную. А впоследствии астрономам удалось обнаружить ещё несколько физически связанных с ней объектов. Первый и главный компонент системы получил обозначение Кастор А, Амалая. Эта звезда находится на стадии главной последовательности и имеет спектральный класс А1-5. Она примерно в два раза тяжелее и больше по радиусу, чем наше Солнце. А температура её поверхности достигает приблизительно 9 140 Кельвинов. При этом светимость объектов в 30 раз больше, чем у Солнца. Второй компонент имеет название Кастор Б, Амалая, спектральный класс А2-5М, массу 1,7 Солнечной и радиус 1,6 радиуса Солнца. Это небесное тело находится на орбите вокруг своего компаньона Кастора А, Амалая, и оба эти объекта совершают один оборот вокруг друг друга примерно за 350 лет. Впоследствии было выяснено, что тусклая переменная звезда YY-близнецов класса M05-5I с массой 0,62 от массы Солнца и радиусом 0,76 Солнечного также физически связана с Кастором. А значит, является третьим компонентом в системе. Её можно обозначить как Кастор C, А, Амалая. Звезда движется вокруг общего барицентра по сильно вытянутой эллиптической орбите, а период её обращения учёные оценивают в 14 тысяч лет. При этом данный объект удалён от двух других компаньонов примерно на 1100 астрономических единиц. Каждая из этих звёзд является двойным светилом. Следовательно, имеет ещё по одному карликовому компаньону. Кастор А, B, Малая, сильнее всего связан с Кастором А и примерно в два раза легче нашего Солнца. Кастор B, Б, Малая – звезда класса M25 с массой примерно 0,5 от массы Солнца. И Кастор C, Б, Малая, который имеет спектральный класс M05-5I, массу 0,57 от массы Солнца и радиус 0,68 радиуса Солнца. По своим характеристикам, C, B, Малая, почти идентичен со своим компаньоном Кастором C, А, Малая. И температура обеих звёзд равняется примерно 3820 Кельвинам, а светимость составляет менее 10% от светимости Солнца. Все шесть звёзд обращаются вокруг общего центра массы и вместе имеют светимость, которая в 52,4 раза больше, чем усветила в нашей системе. Кастор А, А, Малая и Кастор Б, А, Малая – это звёзды белого цвета. Причём первая из них в 30 раз ярче Солнца, а вторая в 14 раз. Кастор C, А, Малая и Кастор C, Б, Малая, в отличие от них, являются типичными красными карликами. На данный момент известно, что два компонента, Кастор А, А, Малая и Кастор Б, А, Малая, продержатся на стадии главной последовательности ещё минимум несколько сотен миллионов лет. А красные карлики, вроде Кастора C, А, Малая и C, Б, Малая, из-за своей низкой скорости термоядерного сгорания водорода, имеют очень большую продолжительность жизни, которая может составлять от нескольких миллиардов до десятков триллионов лет. Кроме того, в настоящее время астрономы пытаются найти в системе Кастора экзопланеты. Однако, то ли из-за небольшого возраста системы или из-за сложности в её изучении, учёным пока что не удалось совершить в этом плане какие-либо открытия или обнаружить хотя бы намёки на существование в этой системе планет. Об остальных же характеристиках данных звёзд говорить пока трудно, ведь их изучение затрудняется тем, что все эти светила являются спектрально-двойными звёздами. То есть, такими объектами, основную информацию о которых можно получить только с помощью спектрометра. С Земли мы видим все эти шесть звёзд как единый объект, который можно рассмотреть в северном полушарии в созвездии Близнецы. А лучше всего Кастора наблюдать в зимневесеннее время. Найти эту звезду на небе не так сложно, так как она имеет высокую светимость и расположена рядом с выдающимся зимним астеризмом, известным как Зимний круг. Данный астеризм образован Полуксом, Капеллой, Альдебараном, Ригелем, Сириусом и Проционом. А на ночном небе лучше всего он виден в северных широтах в течение зимних месяцев. Лучшее время года для наблюдения за звёздами Кастор и Полукс – это февраль. Кроме того, Кастор – это звезда, которая задаёт направление целой группе небесных тел, которая насчитывает как минимум 16 объектов. Эти звёзды объединены общим движением, а также имеют примерно одинаковый возраст. Данную группу учёные назвали «движущейся группой звёзд Кастора». В неё входят такие известные астрономические объекты, как Фомальгаут, Вега, Альдемарин, Альфа-Весов и другие. Вопрос об эволюции системы Кастор до сих пор остаётся спорным. Дело в том, что большинство телескопов не могут подробно рассмотреть эти звёзды из-за их близкого расположения друг к другу. Часть учёных считает, что такие системы образуются в результате деления большой звезды на два компонента из-за воздействия центробежной силы. А другая часть предполагает, что они могут создаваться из-за того, что одна звезда захватывает другую. Кроме того, имеет место также и теория промежуточного ядра, которая подразумевает, что формирование этих звёзд происходило вследствие разделения протооблака. А также теория промежуточного диска, которая гласит, что в массивном протозвёздном диске происходит резкое охлаждение газа, и по этой причине в одной плоскости может возникать несколько звёздных компаньонов. Однако большая часть фактов указывает на то, что кратные системы рождаются в одном месте. И в случае системы Кастор считается, что все эти звёзды родились из одного газопылевого облака в один и тот же период. Если представить, что гипотетическая экзопланета оказалась бы в системе Кастор, то обитателей такой территории ждала бы очень необычная картина. Например, планета освещалась бы сразу несколькими светилами, а значит, можно было бы наблюдать по несколько закатов в день. Для нас, согреваемых светом лишь одной звезды, это звучит очень экзотично. Ведь если бы у нашего Солнца был звёздный напарник, сопоставимый с ним по размеру, то мы бы получали в два раза больше тепла и света, а небо у нас над головой выглядело бы совсем по-другому. А если представить небосвод, на котором находятся несколько звёзд вроде Солнца, создаётся по-настоящему невообразимая картина. И именно её мы бы увидели, находясь в системе звезды Кастор. Друзья, мы очень ценим вас, и именно поэтому стараемся вкладывать в каждое новое видео максимальное количество сил. Создание нового ролика – это большая работа, которая была бы невозможна без вашей поддержки в виде электронных лайков и подписки на канал. Я надеюсь, что вам интересно наблюдать за тем, что мы делаем, и вы не забудете оценить наш труд своим лайком или комментарием. Ну а мы, в свою очередь, постараемся и дальше радовать вас новыми видео. И услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok